КОНЕЦ Все зависит от конкретного тренера и его философии Если взять меня, под руководством Руи Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру Но это не его вина, я несу полную ответственность за свою игру И были разные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали Как я уже сказал, каждый тренер имеет свою философию и свой стиль игры Порой эти вещи у разных тренеров сильно отличаются И для игроков, может быть, непросто привыкнуть к их требованиям Но профессиональные футболисты должны перестраиваться и принимать эти изменения В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером И я не понимал, откуда это все берется Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера Но дело вовсе не в тренере Я уважаю мистера Виторию и надеюсь, он также с уважением относится ко мне Что до воспоминаний, думаю, тут, безусловно, назову первое место в Лиге Европы Это вошло в историю Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный Они четко понимают, что хотят Я специально говорю не только про мистера Ваноли, но и про весь штаб Его ассистентов, тренеров артарей Очень профессиональный подход, одна четкая идея И все крутится вокруг этой идеи Ваноли очень сильно вовлечен в процесс Он стремится быть его частью И уделяет внимание, как вы верно заметили, мельчайшим деталям Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражение в матчах Думаю, мы как команда должны работать над этим И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания Конечно, на Тедеско Тедеско ведь тоже итальянец по крови Не скажу, что они сильно похожи Но если выбирать из мистера Тедеско и мистера Витории Новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско При этом они довольно сильно отличаются друг от друга Это сложно выразить словами Самая важная вещь — это продолжение жизни Я был и остаюсь сейчас безумно счастлив и горд своим сыном Джейсоном Это фантастика Да, я был там в день его появления на свет И уже на следующий день улетел в Москву Потому что у нас был матч с крыльями Советов Провел с ним всего несколько часов Это было непросто Не хочу искать оправданий в своей игре Но для меня это было тяжело психологически Он только родился, я тут же улетел в Россию И не видел сына 2-3 месяца Постоянно думал о нем, о семье Я был очень счастлив, когда они наконец приехали ко мне в Москву Каждый день, каждую свободную минуту Но даже когда Джейсон спал, я просто просил Бьянку направить камеру на него, чтобы посмотреть, как он спит Ну, теперь уже да Но это было сложно Бьянка учила меня всему, когда они только переехали в Россию Ведь она-то была с ним постоянно в первое время И уже все умело Но сейчас я могу делать все хоть с закрытыми глазами Он отличный дедушка Он очень счастлив в появлению на свет внука, хотя ему самому всего 50 Он правда наслаждается, очень любит проводить время с Джейсоном И еще раз скажу, очень счастлив Я чувствую больше ответственности Я повзрослел, стал более мудрым, узнал много нового Я отец всего полгода, но постоянно учусь Самое важное, наверное, это постоянное чувство ответственности за сына, за семью И желание сделать все, чтобы их жизнь была счастливой Пока нет еще Думаю, он должен сам решить, что ему нравится Если сын захочет стать футболистом, он сам себе найдет мяч, как я сделал это в детстве Не знаю Думаю, если бы я знал ответ, мы бы не выступили так плохо в чемпионате Вопрос хороший, но ответа на него у меня нет, правда Может быть, вопрос мотивации? Не могу сказать Думаю лишь, что наши результаты в Лиге очень странные Мы провели хороший прошлый сезон и должны были выступить гораздо сильнее вновь Да, они все были крутыми Даже если я не играл, все равно все было здорово Мы отлично играли, бились друг за друга Наверное, отмечу последний матч против Легии, где Бака забил, а Селихов подтащил пенальти на последней минуте То, как ребята поддерживали друг друга, то, какой командный дух они показали Это было эпично Это для меня лично и символизирует Спартак Честно, не знаю Я был дома, поскольку пропускал матч из-за травмы Могу лишь сказать за себя, при встрече сказал Селе Это была фантастика, ты топовый вратарь Если честно, нет Я доверяю людям, которые управляют клубом Думаю, они делают так, как лучше для Спартака Когда приходит футболист, его возраст меня не заботит Главное, что он умеет делать на поле Я понимаю, о чем ты спрашиваешь Иметь таких ребят, как Винси или Моузес, которые долго выступают на высоком уровне, это хорошо Но порой нужны и молодые парни, голодные до обучения, прогресса, результатов Повторюсь, не я решаю, кто приедет в Спартак Я доверяю руководству Сложно сказать, потому что мы не так много вместе потренировались Но я очень впечатлен Пруцевым Несмотря на то, что он небольшого роста, он отлично работает с мячом и здорово понимает игру Он мне понравился Да все ребята молодцы Но если отмечать одного, я назову Пруцевым Конечно, соревновательность внутри команды – это отлично Но в первой части сезона я не играл форварда Я действовал на краю Когда мы играли под руководством ТДСК, то у нас была схема с двумя форвардами Но если тренер хочет играть с тремя атакующими игроками, я без проблем уйду на фланг Я не такой габаритный, как Шамар или Соболев, которые могут сыграть столба Моя позиция рядом с ними или вокруг них Или адаптируюсь на фланге, не вопрос Посмотрим, как мы будем играть с новым тренером Но моя задача сейчас – работать и работать Прошлый сезон у меня был отличным Этот ужасен Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем то, что я показал в первой части сезона Не хочу много говорить про это и давать обещания Просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне Никогда не думал об этом честно Я футболист, который выполняет свою работу Нет такого, что я открываю интернет «О, смотрите, я стал стоить столько-то миллионов» Я фокусируюсь только на том, чтобы каждый день становиться лучше и прогрессировать Цифры не имеют значения Большие они или нет – все равно Да, это было круто Я очень признателен нашим болельщикам за их выбор Отношения с фанатами у меня, да и у всей команды были отличными В прошлом сезоне особенно Я всегда чувствовал связь между игроками и болельщиками Счастлив был получить эти призы Они стоят в гостиной на видном месте Так что, когда кто-то приходит в гости, сразу видит эти награды Если честно, не видел этот баннер Не знаю Про меня много писали в СМИ Это все было ложь Но, возможно, фанаты верили слухам И поэтому были разочарованы Было много разной информации Но никакого конфликта у меня не было Ни с мистером Виторией Ни у меня с клубом И я не собирался уходить Не понимаю, откуда все это пошло Кто это писал и зачем Но я-то знаю правду Если люди хотят верить в всякие чуши Это их право Но, повторюсь, ничего из того, что про меня писали Не является правдой Разумеется Я могу поставить себя на их место В прошлом сезоне этот парень забил 15 голов в лиге А в этом и одного забить не может Конечно, я был бы разочарован Как я уже сказал, я несу полную ответственность за это И на 100% понимаю всю ситуацию Но болельщикам не стоит верить всему, что пишут в СМИ Потому что это только накаляет обстановку Конечно, всегда хочется играть и помогать своей команде Это был мой первый крупный турнир Но в нашей сборной было много других сильных игроков Если ты спросишь меня, что я думал тогда после хорошего сезона в Спартаке В какой форме я находился Отвечу, что на мой взгляд я заслуживал появления на поле на какие-то минуты Но решает всегда только главный тренер И его решение надо уважать Возможно, он включил меня в состав, чтобы на этом Евро я адаптировался к команде Видел, что такое большой турнир Почувствовал себя частью коллектива, чтобы быть готовым в будущем Не знаю Думаю, этот вопрос лучше задать ему, а не мне Ну, для начала нам нужно выиграть первый матч у Чехии А в финале встретимся с очень сильной командой Будь то Россия или Польша Разумеется, играть против России было бы дополнительным удовольствием Однако мне нужно думать не о том, с кем сыграть А о возвращении моего места в сборной Ведь сейчас я не вхожу в обойму национальной команды Когда я приехал в Россию, у меня не было никаких предубеждений о стране Я был открыт ко всему новому и настроен позитивно Начал потихоньку общаться с людьми Конечно, языковой барьер был проблемой Но если русские знали английский, всегда быстро находил контакт и отлично общался Русские могут показаться очень закрытыми Но если узнать человека получше, он откроется и окажется, что это очень дружелюбные и открытые люди Которые относятся к тебе с большой теплотой Не, учу русский в раздевалке команды, вылавливая какие-то словечки У меня самый-самый базовый уровень владения Не могу сказать о себе, что говорю по-русски Но могу, условно, сделать заказ в ресторане или объясниться простейшими фразами Спасибо, пожалуйста Можно, ну, капучино Ну, что-то такое Мне сложно подумать на русском в голове, чтобы потом произнести слова Саму, конечно же, на сто процентов Он очень важный член команды Не только из-за своих футбольных качеств, но и из-за той энергии, которую он дает Люди вокруг него всегда счастливы Не могу сказать, что он клоун Но он постоянно шутит, пытается создать хорошую атмосферу в коллективе Когда я только пришел в Спартак, Саму был тем, кто помогал мне на первых порах, общался со мной Я буду очень скучать Он останется моим другом на всю жизнь Победа над ЦСКА Поражение Да все поражения, Спартака Каждый раз это расстраивает 1-7 с «Зенитом»? Наверное, да Я даже не вспомнил, постарался выкинуть из головы тот матч Не знаю, правда Не так много игр смотрел, но не могу назвать один Ливандовский Я люблю Месси, но Ливандовский заслужил в этом году Здесь нет никакого секрета Только упорная работа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok